Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению Starstable Online. Посмотрим на новую прибывшую, а точнее обновленную из старых пород, какие новые комплекты, а также колокольчики были добавлены в магазин, и также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайтесь своих коней и поехали! Хочу посоветовать вам одно сообщество Starstable Online Entertainment Time. Ребята в своей группе собрали большое количество отзывов по разным продавцам, в том числе покупка Star Rider, Life и донатной валюты Star Coins. Так что, перейдя к ним в группу, вы можете почитать отзывы и найти для себя своего идеального продавца, переходив в данную группу по ссылке в описании. Хэллоуин наконец-то закончился и время для новых лошадок, а точнее обновленных, так как к нам приехала голландская полукровная лошадь, которая также называется KVPN. В таком вот аббревиатуре. Данная лошадка уже когда-то существовала в полторашнем поколении на Юрвике и уже была удалена из игры. Так что, если, допустим, вы думаете, что это новая лошадь, а не обновленная, то это вполне нормально, раз вы не застали старичков для этой породы. Находится лошадка на виноградниках, хотя до этого, если честно, мы были уверены, что они будут находиться совершенно в других местах. К примеру, не Хилкраст или еще другие пустые конюшни. Но нет, бельгийцев переместили в конюшню золотого листа, а вот этих красавчиков поставили здесь. У меня уже почти половина знакомых скупила всю эту породу. Или же три масти, пять, шесть, больше просто уже не сесть, я не знаю. Лошадки очень классные и сегодня мы их посмотрим. Я так спешила с этим видео, что взяла просто того коня, на котором вышла из игры, даже вот без амуниции, давайте ради приличия, хотя бы не до уздок надену. Итак, что за лошадь голландская полукровная? Ее можно получить, как я и сказала, уже на виноградниках и одна масть дублируется в форт Пинта. В приложении пока не могу сказать, какая масть будет добавлена, но не эксклюзив, так как разработчики ранее упоминали нам о том, что больше не будет эксклюзивных мастей для приложения Star Stable Horses, будет дублироваться какая-либо масть. Да, поэтому не ждите, что, допустим, какая-нибудь красивая, особенная масть для последующих выпускаемых пород будет в приложении. Нет, к сожалению, там будет только дубль, который вы просто сможете добавить в игру сразу 10 уровнем по мере его взросления. Лошадка стоит 950 стеркоинцев. Ее могут получить все, абсолютно все, с первого уровня форт Пинта, а для остальных игроков нужен седьмой уровень или выше. У данной лошадки сейчас есть только 7 мастей и ожидаем, что в будущем, конечно же, мастей будет больше. Потому что мы знаем, сейчас разработчики, добавляя новую породу, лошадь в игру, делают ей примерно как раз 6-7 мастей, а потом добавляют как минимум 2, а то и 4. Но все постепенно. Так, давайте же посмотрим характеристики силы 3, дисциплина 2, скорость выносливость по нулям, гибкость 2. Лошадь была добавлена как исключительно выездковая. У нее вот такой вот шаг. Рысь. Рысь, вы просто посмотрите, это прям действительно для соревнований по выездке самая идеальная лошадь. Легкий голоб или же манежный голоб. Голоб. Быстрый голоб. Особое движение. Посмотрите на эти вытянутые ноги. Я только в этом году впервые в жизни увидела, как лошади это делают вживую. И я скажу, что да, оно так именно и выглядит. Еще одна особая анимация. Так, значит 7 мастей. У нас вот такие лошади есть. Серый в яблоко. Рыжий с гольфиками. Такая вот шоколадка. Но, кстати, шоколадный оказался по факту светлее, чем я думала и чем я воспринимала его в спойлерах. Гнедой, вороной и изабеловый. Если честно, я бы, наверное, больше хотела, чтобы был чисто светло-серый конь, чем изабеловый. Чтобы была вот эта всеми обожаемая градация белый, серый и вороной. Но, может быть, потом в будущем добавят. Прически у нас стандартная корешка, которая почему-то меня возмущает больше всего вместе с хвостом. Мне не нравятся текстуры. То есть, если к текстурам самой лошади, к телу вообще никаких вопросов нет, то грива на любой массе почему-то как-то сильно выбивается. Выглядит как-то пластилиновой, что ли. Не знаю. Мне почему-то не понравилась такая грива. Поэтому я, возможно, буду у всех своих лошадей данной породы делать шишечки. И, кстати, это первая порода, у которой добавили аж три вариации шишек. А точнее, хвостов для этой прически. У нас есть стандартно шишки с распущенным хвостом, шишки с новым плетением, очень красивым, с цветочком. Вот здесь вот из волос как раз. И шишки с косичкой. Многие, насколько я знаю, отзывались об этой косе негативно. Вот особенно те, кто берут лошадей на соревнования, что шишки это прекрасно. Иногда это единственная прическа у породы, которая подходила бы под требования в спортивных организациях. Но вот эта коса портит весь вид. Ну вот радуйтесь, разработчики, видимо, к вам прислушались и сделали просто распущенный хвост. Итак, потом у нас есть вот такая вот отрощенная грива. Грива в косичках. Кстати, вот на серой масти выглядит замечательно. Бритая лошадка. И ракес. Также хочу обратить внимание на то, что последние несколько поколений лошадей хвосты практически могут не меняться или не меняться вовсе в зависимости от прически. То есть вот вам и ракес, бритый и отрощенная грива. Хвост в виде остается одинаковый. Она высокая, но чуть худее и ниже фриза. Но именно по своему росту она как дикая лошадь Юрвика, то бишь лохматик. Прям один в один. Но за счет длинных ног она, мне кажется, еще выше, что ли, воспринимается. Пожалуй, надо заканчивать именно с лошадками и смотреть, что еще нам добавили в этом обновлении. А добавили нам кое-что в глобальный магазинчик. Какое большое количество, а точнее разнообразие цветов у нас теперь имеется для колокольчиков. У нас есть красный, желтый, зеленый, коричневый, синий. Но если вы думаете, что это все, это не все. Нам были добавлены еще новые бинты. И есть еще совсем новые бинты, нового вида, вот с таким вот мехом внизу и липучкой с короной. То есть это вообще, вот этих бинтов в игрушке еще не было. И это только вот новые-новые. Да и вот эти я тоже не особо помню. И как видите, и харап не может носить. И еще уздечек. Да, мало нам было уздечек, нам добавили еще. Они с белой окантовкой, абсолютно все. И с мелкой имитацией камней. Есть коричневые, с серебряным тренделем, с золотым тренделем, черные. Также есть разные варианты с соплей. Но всего получается 8 уздечек. Очень классно. И нам добавили целиком и полностью два комплекта, которые несколько месяцев назад, а может быть и даже год назад, были упомянуты в куче спойлеров. Это вот такие вот комплекты. Пиджак для выиски GVN синего и черного цвета. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот он, целый сет. Очень симпатичный. Но какие лакированные сапоги, как они блестят. Мне он, кстати, очень сильно нравится. И вот этот парадокс. Вроде бы у меня есть похожий шлем и похожий фраг. Но все равно хочется еще, потому что они отличаются чем-то. А теперь давайте посмотрим точно такой же, только, скажем так, коричнево-синий. Коричнево-синий золотой комплект. Он выглядит вот так вот. Тоже очень необычно. Цвета такие яркие, насыщенные. Насколько я помню, раньше, если что-то добавляли синее, то это было что-то очень либо голубое, да-да-да, вот голубое, либо очень темно-синее. А здесь прям насыщенный индигофера какой-то. С золотыми пряжками, с золотыми рукавами. Очень все красиво. Но мне лично больше нравится черный комплект. И вот точно такой же сет нам добавили с лошадками. Но там, насколько я понимаю, без седел и без уздечек. А, нет, с седлом. Да-да-да-да-да-да, с седлом и уздечкой. У нас еще вот такие вот седла добавили. Тоже с золотыми и серебряными линиями. Они называются каштановое седло для выездки GVN. И сумеречное седло для выездки GVN. И вот к ним тоже беленькие нагавки, синенькие нагавки, да еще и по три вида. На следующей неделе и в течение оставшихся нескольких недель до конца ноября, ребята, ждем обновления леса Холов. Я лично ждала этого очень сильно, потому что лес Холов это одна из старых локаций, которая почти не тронута. В ней когда-то обновили только текстуру земли, немножко деревьев подправили, но в принципе глобальных изменений в этой локации не происходило. И вот спустя столько лет мы дошли до того дня, что на следующей неделе лес Холов глобально преобразится. И будет дополняться разными техническими интересными сюжетами, новыми какими-то репутациями и не только. Может быть еще и существами, кто не в курсе. Ну и напоследок я хочу завершить данное обновление мини официальным спойлером, который нам показали разработчики. Возможно вы его и не заметили, но все-таки я хочу сделать на этом акцент. На этой фотографии, возможно, с первого взгляда вы ничего не поймете. Однако, посмотрите внимательнее на постройку рядом с буквой Е. Это будка судьи, которая находится на скаковой дорожке баронессы. И я вас уверяю, ее там не было и да нету до сих пор. Я чувствую, это спойлер действительно к грядущим каким-либо обновлениям или возможно к летнему конному фестивалю. Они любят добавлять такие вещи именно на данное мероприятие. Но сам факт. Разработчики показали, значит в игре это должно будет появиться. И действительно, скаковая дорожка баронессы одно из малопосещаемых мест именно для соревнований по выездке. По некоторым причинам. Во-первых, там боевое поле находится на траве. Во-вторых, там нет софитов, но их и не будет. А в-третьих, там нету камеры. Это очень неудобно для судейства. Так что, да, будет, ребята. Ребята, оно будет. Нужно будет просто посидеть и подождать, когда же оно к нам приедет. Когда же это нам все добавит. Ну а теперь точное обновление подошло к концу. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, читать их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Передаю привет всем, кто попал в это видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова